ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Жители поселков Гумрак и Каменный Буэрак Дзержинского района Волгограда жалуются на канонаду и стрельбу, доносящиеся из песчаного карьера. В нескольких сотнях метров от жилых домов и в двух километрах от международного аэропорта неизвестные люди в военной форме проводят несанкционированные стрельбы. Соседство стрельбы нас, естественно, не устраивает. Мы обращались, спрашивали, что это нереально, потому что, во-первых, дома трясутся даже, ну раз. Реально, прям дома трясутся от этих, потому что у нас крайняя улица, бывают прям взрывы. Дома трясутся. Я говорю, вот так вот год, два, три, пять, и дома развалятся, кто нам их будет ремонтировать, строить. Опаска за то, что сами ребятишки могут побежать, они же катаются на велосипедах, зимой на лыжах, а стреляют круглогодично. У вас стрельба здесь проходит, да? Проходит. Давно? Ну, так как мне 16, я чисто не знаю, но давно я слышала, да, проходит стрельба. Вас не смущает, что это вот в неположенном месте проходит, что рядом прям с жилым комплексом? Ну, раньше, да. Раньше было страшно, сейчас ничего, нормально. Привыкли к стрельбе? Да, ну, ничего, нормально. Вы давно живете здесь? Давно. И ни разу не слышали, что у вас стреляют? Нет. Кто стреляет? Стреляет полиция, учения у них, занятия проходят. Ну, а не смущает, что это не полигон, что не оборудовано никак по безопасности? А кто разрешит? Они приезжают, автобус привозят, сопровождение старшего. Ну, а вы видели там знаки запрещающие? Нет, 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 я туда не ездил, не ходил даже без полигона. Даже не знаю, я не слышу, у меня окна тройные, я не слышу, что-то не было. Ну, возможно, и стреляют. Фарида Рамазанова, 25 лет, живет в поселке Гумрак. Ее семья разводит скот. Все это время, по словам женщины из песчаного карьера, доносится шум стрельбы. Я раз попала, там пасла коров наверху, начали лететь, и я быстрее... Пули лететь начали, да? Да, джик-джик наверху, они внизу стреляли, а это поверху летели. И что вы сделали? Отогнула корову, да ушла, понизила, ушла. Ну, конечно, это опасно. Житель села Каменный Буэрак Анатолий Диденко пасет коз на берегу водоемов песчаного карьера. Пенсионер сообщил, что в этих местах военные иногда проводят масштабные боевые учения. День и ночь стреляют. И ночью тоже стреляют? Да. А бывает так, что пули свистят шальные? Бывает, ну, это туда. В сторону хутора нет, а так, да. Вы там пасете? Конечно. Потому что сейчас уже пасти нет, идем туда. Ты не даришься? Да, стрельбище надоело уже. Давно они вас беспокоят? Ну, и давно. Пытались как-то жаловаться? А кому жаловаться? Тогда при коммунистах еще можно было пожаловаться. А сейчас кому? И в непогоду, казалось бы, ну, дождь порет, все равно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Стреляют менты и крутые сюда проезжают. Поселок не залетали пули? Нет. Не было. Слава Богу. Они как-то стараются туда, в сторону леса. А вот дети, не боитесь за детей? Они же дети там и на велосипедах катаются наверняка. Катаются, да. Ну, предупреждаю, что туда не ездите. Все равно дети, они есть дети. За каждым не усмотрен. 28 августа свидетелями таких стрельб стали корреспондент Кавказского узла и руководитель общественной организации «Общественная независимая инспекция» Алексей Ульянов. «Общественная независимая инспекция» города Волгограда. А в чем проблема? Ну, что здесь за стрельбы такие? Посмотрите, вы в черте города стреляете. Милиция знает об этом? Вообще-то не смеется. Администратор, ну, и что, на который разрешил? В смысле, кто же. А, милиция не требуется разрешить, чтобы стрелить в город, да? Пойдемте, я покажу. Законодательство не позволяет. Пойдемте, я вам покажу приказ. А проведим стрельб в Чертиградской, да? У нас штатный здесь стрельб. Штатный стрельб? Да. А это полигон штатный. Штатный стрельб, где стреляют. Ну, это полигон? Здесь происходит стрельб. Это полигон? У нас приказ отрядный. То есть я назначен старший. Ну, по-моему, спецполигон, я помню, согласно. Приказ. Ну, водительский вам зачем-то? Потому что сотрудник полиции. Вы преисполняли сотрудник полиции? Конечно, почему нет? Корреспондент отправил видеофайлы в отдел информации общественных связей главного управления МВД по Волгоградской области Антону Корнаухову. С просьбой сообщить, являются ли люди, проводившие в гумравском карьере стрельбы, сотрудниками полиции. После изучения файлов Антон Корнаухов не смог ответить на вопрос журналиста. 2 сентября корреспондент Кавказского узла и Алексей Ульянов вновь посетили место стрельб в песчаном карьере. В ходе осмотра несанкционированного стрельбища был обнаружен целый патрон от автомата Калашникова. Гильза, конечно, трогать мы ее не будем. Будем вызывать полицию еще, чтобы полиция обследовала, смотрела, что откуда, как. Ну, вот, соответственно, вот лежит. Видно, что... Ну, давит новое. Алексей Ульянов сообщил об опасной находке в полицию. Наряд прибыл спустя час после вызова. Патрон был изъят. Алексей Ульянов дал свидетельские показания. Получается, здесь действительно устроили себе хорошее место. Незаконный полигон. При этом жилые кварталы находятся на расстоянии 150-200-300 метров. Пообщавшись с местными жителями, конечно же, мы услышали, что пули над головой порой свистят. И свистят в прямом смысле этого слова. Тут же рядом пасутся коровы. Мы наблюдаем, что проезжают мимо на велосипеде, дети ездят здесь. Никакого чувства ответственности, да. Те же самые сотрудники полиции, военные просто не имеют. Потому что в любом случае пуля может трикошетить. Когда мы дошнемся от трагедии, когда она случится, конечно же, уже найти крайних будет очень легко. Найдут. Кого-то, может быть, осудят. Но извините меня, зачем эту ситуацию доводить до того, когда пострадает кто-то из людей. Алексей Ульянов направил жалобу в Главное управление МВД по Волгоградской области с требованием провести проверку по факту несанкционированных стрельб в песчаных карьерах, расположенных в границах города Волгограда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова